Со многими из вас и большинством мы уже увидели сегодня, так как пришлось настраиваться уже при вас сразу при этом видеть знакомые, друзей, отдельные. Спасибо за любопытство, которое не стекает, я бы сказал. Спасибо. Спасибо. Вы знаете, мы совсем недавно вернулись буквально неделю из Америки, из очередной поездки, и почувствовали там некоторое напряжение. То есть кризис, который, говорят, вот он все заканчивается, заканчивается, никак не закончится, а он только разгорается. А мы-то знаем, если у них плохо будет, то и... У нас бабахнет это в 10 раз больше. Ну нет, говорят, наши говорят, что не будет такого в 10 раз, у нас наоборот будет победа. То есть в 20 раз, да. Но тем не менее, но тем не менее, будет обязательно. Вы готовы к этому? Скажите, пожалуйста. Да мы и наш народ готов к зиму. В общем, да, бесполезно спрашивать, это точно. Просто мы хотим начать с песни, которую мы написали когда-то совсем по другому поводу. Ну вот, последние три года мы ее посвящаем как раз кризису. У нас такой оптимистический взгляд на эту проблему. Ах, как все запуталось за последний год. Думай, не справится, думай, пройдет, все-таки не мальчик, и уже пора. Пожелай мне, милая, ни пуха, ни пера, но машин с балконом не гаечных ключом. Может, из-за техникам стану я еще. Ничего само собой не наводится, надо было за три моря ходить. Я пришлю к тебе зеленое платьице и большой скрасной кнопкой будильни, Чтобы ты не проспала наши радости, чтобы шло с тебе легко и красиво. Я пришлю к тебе восточные сладочные сладочные. Ах, как мы набаялись за последний год, но и он когда-нибудь все-таки пройдет. Только что сегодня, уже вчера, пожелай мне, милая, ни пуха, ни пера. Да нет, уже не мальчик, знаю, что ночом повернусь, наверное, я тертым колдачом. Я звоню тебе из города, пью стана, все в порядке, только очень скучаю. Все плоды, внешние флоры над вкусами, но не пью я ничего, кроме чая. Разве только иногда, но за родину, за здоровье и за дам, По традиции, где я пришлю к тебе в письмо о свободе там и финансовых отчетных. Милиции, ой, полиции. Все, что мы раздравили за последний год, Кто-нибудь, когда-нибудь, может быть, вернет в кошельке за что мою черную леру. И мотив единственный к тексту подберу. Это ведь не горе и даже не беда. Если я сантехником, не стану никогда. Ничего, само собой, не наладится. Она выдала, за три моря ходили. Я бы ищу любить зеленое платьице, И большой с красной кнопкой у линии. Послезавтра, и у нас все наладится. Но ведь не зря, что при море ходили, Открутешь свое зеленое платьице. И поставь на семь тридцать будильник. Помаши за балконом, не легкой рукой. Понимай, таким, как есть. Я один. Такой. Знаете, надо сказать о том, Многие, может, здесь знают, Бывали в наших концертах, Что мы не корененные москвичи. До 89-го года мы жили в столице другого государства. Уже теперь другого государства. Мы жили в городе Риге. И вот так получилось, Что в 89-м году Нас друзья позвали заниматься Песней профессионально в Москву. И вот мы кричевали из Москвы в Ригу, Из Москвы из Риги в Москву. И в течение нескольких многих лет Покраска, Покраска, Тут как бы и не остались навсегда. С долгими приключениями. И вот песня, которую мы сейчас споем, На стихе Волосева, Она посвящена тому Периоду нашего жизни, Когда мы переезжали из Риги в Москву. Мы не кочевали из Риги в Москву, Из Москвы в Ригу. Знаем эти толстовские штучки С бородой уакованной льдом, Из недельной московской отлучки Воротиться в недобленный дом. Затопите камин в кабинете, Вороному задайте пшена, Принесите мне рюмку вина, Разбудите меня на рассвете, Погляжу на морозный туман, И засяду за длинный роман. Будет холодно в этом романе, Будут главы кончаться, как круг, Будет кто-то сидеть на диване И посасывать длинный чугун. Будут еле стоять у клавата, Как стоят мужики над двоем, И как мост небольшое тюре Свяжут две недалекие даты. Папилоги, когда старики На кладбище придут у реки. Достоевский еще молоденек, Только в нем что-то есть, что-то есть. Молоденек кричит, молоденек, Выиграть тысяч, так пять или шесть, Мы заплатим долги, И в итоге будет водка, цыгане икра. Какая начнется игра? Ах, какая начнется игра? Какая начнется игра? Затопите камин в кабинете, Паранону задайте в шинах, Принесите мне рюмку вина, Разбудите меня на рассвете. Погрежу новоросный туман И засяду за длинный роман. Однажды, в сроке, В час не было жаркого заката, В Москве на патриарших трудах Появились два гражданинка Из реки. Не убей, учили, не спи, не лги, Я который год раздаю долги, Но держает там не один должок, Леденцовый город, сырой снежок, Что еще ты спали мне тех времен. Был студент и чист, и невизимо умен, Належался рыжим на карнавал, По подъездам парышей не целовал. Я так это любил, бюроящих нет, За капризный взгляд, ненаглядный свет. Просыпалась жизнь, ноготком стуча, Музыкальный мулачка, без ключа. Голосит разлука, кончится виска, Я давно люблю говорящих-то. Все там униться сердце сквозь доверет, Колокольным деревом прорастет, Тогда лжок остался на два глотка, Из-за виска мокрая коротка. Заспалив бутылку воды морской, Той воды морской, Павалам с тоской. Хорошо везутся по паруси, Милицейской бочке летит такси, Тормознешь лбом, задает стекло, Очнешься вдруг, двадцать лет прошло, Я забыл, как звали мои подруги, Дальназор сделал сыр близору, Дреки ослепла почти душа, Быть так простуженых, Мельтеша наклонюсь в стеклу, И слонюсь в песни. Двадцать лет прошло, словно двадцать дней, То ли мышь под пальцами, то ли ложь, Моевое звездное запоешь, Ножок в песню саму паруси, Милицейской бочке летит такси, Тормознешь лбом, задает стекло, Очнешься вдруг, двадцать лет прошло. Это были стихи Бакута Кинзеева, Ну вот мы вспомнили про Америку в самом начале, Ну знаете, мы такие ведь, Это же авторская песня все-таки, То, что мы поели. Наверное. Ну, в общем-то мы себя, по крайней мере, Относим к авторской песне, А относите ли вы нас к авторской песне, Это ваше право судить об этом. Но дело в том, что мы поем для тех, Кто что-то понимает. Ну, то есть русский язык. Вы знаете, как говорил Сергей Никитин, Что понимать авторскую песню, Кто-то должен, я понимаю, Он должен почитать, как минимум, стоп-ник. Мне кажется, что больше, Вот, в этом помещу, все-таки, Что это мало. Да, понимаете? И вот в Америке, там, в Германии, В Израиле, в Австралии, В Новозеландии и так далее, Мы еще пели только для, Не говоря уже о наших, Так сказать, союзных, Бывших республиках, Мы пели для тех, Кто русский язык понимает. Еще не русскоязычник. Вот. А мы как-то попали во Францию И пили, в отличие от других поэзов, Только для французов. Вы понимаете, что сейчас пели, Я вспомнил, да. Который, как вы понимаете, Русский язык с 1812 года. Совсем, да. Да. А мы, как все нормальные, Учили английский, На троем случае немецкий, Поэтому по-французски так смело Боржур, А дальше на ломаном французском, Значит, два пива, пожалуйста. Вот на таком уровне не бы общались. И вот наш французский администратор, Сам по национальности француз, Такой неплохо говорящий по-русски, По-русски всего две фразы. Я коммунист, И я люблю СССР. Да. Но так как мы друг друга понимали, И вот он все-таки подумал, Что неплохо, чтобы нам, Мы перевели наши тексты, Французы, И вот с переводами мы выступаем. И вот я помню, Первый концерт, Мы стоим, выступаем, Перед нами стоит, Переводчица, Переводит наши песни, Мы поем, Переводит, мы поем. И вот так, Глядывая с лицей французов, Песня на седьмой, восьмой, Мы начинаем понимать, Что у них очень какая-то странная реакция. А то и раньше. Я бы сказал, Даже иногда неадеквация, Понимаете? То есть мы ожидаем, Что они не ускнут как-то так, Они вот залыбались почему-то, Думали, Да что ж такое, Да усколь. И вот, Мы попросили наших переводчиков, Потом в конце концерта, Перевести уже, Хотя бы одну песню, С французского на русский. И вот перевод предыдущей песни, 20 лет прошло, Но я вот помню досконально, Как она переводила для французского. Зачем это так? Когда я был молод, Я любил девушек, Которые говорят, Нет. Сейчас я старый, Толстый, Лысый, Больной, Люблю девушек, Которые говорят, Да. И все. Ну, естественно, Мы тут же отказались От услугу переводчика. И вот тогда Начали с французами Понимать друг друга Гораздо лучше, Вот на каком-то эмоциональном Таком уровне. Но в любом случае Нам всегда приятнее петь Для тех, Кому все-таки Перевода никакого не требуется. Ну вот, Перед следующей, Да, Следующая песня На стихи Игоря Иртенева Мы на 20 лет назад Возвращаемся, Как призывали. Вспомните, Когда случилась Наконец у нас Великая Катаристическая революция, То определенный Час населения, Как теперь принято говорить, Испытывало по этому Поводу большим надеждам. Вот думалось, Вот сейчас вот закатаем боковая, Поработаем хорошо. И будет всем счастье. Помните, Как раньше Наконец? Да. Перепиши эту песню Десять раз. Ничего не изменилось. Такой-то Великий Тиме Придумал такой Рай на земле. Ну, Рай у нас получился Почему-то, Видите, Оперед. В те годы, Кстати, Как раз будет. Если дома нету пищи, Газа света и воды, Приезжайте к нам, Ищи полчаса до нас езды. Вас накормят и напоят, И расставят ночевать, А вогреют, успокоят, Руки будут целовать. Все ненужки, Варь и свечи, Все уходят, Создавают, И работают, А весны и семьёй обзаведут. И детей пристроят в ясли, Как родятся в тей же час, Словно сыр катался в масле, Вы, дети, будете у нас. А когда на этом свете Пусть паритет пустой, Напечатают в газете Некролог про вас большой. Место тихое подыщу, Добрых словом помяну, Не езжайте к нам, И тихо подыщу, Вот на несколько минут. Ну, вы видите, Эта песня где-то приблизительно уже 20 лет, А сейчас мы хотим представить Несколько песен из нового альбома, Который вышел у нас, Нового авторского альбома, Который вышел буквально месяц назад, Где-то. И, кстати, вот в этом альбоме Есть и песня, Давно не появлялась, Уже лет пять, наверное, Если не десять, Уже не вспомню даже, На стихи Грифтелева. У нас их несколько. Ну вот, ещё одна. К сожалению, мы сегодня ещё Спеть её не сможем, Не разучили. Она называется Баллада о море. Вы знаете, Когда, Ну, небольшая история, Когда сочинилась эта песня, Мы встретились с Игорем, Я говорю, Игорь, сочинели песню, Твои стихи, Он говорит, Какие? Игорь, Баллада о море. Он так посмотрел, На это значительная, Такая минутная пауза, Я бы на вашем месте Эти стихи не пел. Я говорю, Почему? Ты просто не знаешь, Кому они посвящены. Оказывается, Нашего, Кличка нашего Будущего президента В университете Была Молли. Поэтому все стихи Посвящены ему. На всякий случай, Мы пишем, Все-таки вошла, Так сказать, В сборник, да? А сейчас мы споем, Знаете, Мы споем Много песен С нового альбома, Сегодня мы перемешали К старым, Чтобы не было, Знаете, Как бы, Многие очень делают, Вот пишут, Попоят все песни новые, Поют так подряд. Мы делаем немножко по-другому, Мы там две песни спели, Две песни старые, Две новые, две старые. Чтобы вам было На чем отдохнуть, А то слишком много информации всегда. Вот сейчас мы споем Тоже новые песни, Стихи Дмитрия Антоновича Суха, У нас есть несколько песен, Вот новая песня. Недавно ему исполнилась В очень десять лет. В декабре прошлого года, Да. И мы песню называем Эту самую экологическую песню В нашей репертуаре. Человечество прошло через мир наизучее, Через пик благополучия, Дальше будет тяжело, Детям будет тяжелее, Это дело не милучее, Человечество могучее, Малых едок пожири. Поспеши детей огня, Человечество оплошное, Это дело не отложное, Это следует понять. Детям будет тяжело, Внука будет дальше никуда, Лихо ехала, доехала, До прорези лазить нашло. Все ж поверим, Хоть слегка, Что придет подмога срочная, Что появится молочная И кисельная река. Огаринеца ряда улетучится, Как раз вина. Детям будет кашка маслина, Внукам чистая вода. Детям будет кашка маслина, Внукам чистая вода. Спасибо за такие... Да, бурные аплодисменты. Исторские такие. Да, да. Ну, это как будто вдали, я так скажу. Вообще. Вы знаете, вот следующая песня... Единственное, что я хочу сказать сегодня... Не знаю, как вы, А мы сегодня... Я, по крайней мере. Обычно мою гитару совершенно я не слышу. Игорь, огромное тебе спасибо. Сегодня я просто получаю удовольствие. Понимаете? Это нашему звукорежиссеру. Вот ему я бы на вашем месте похлопал гораздо мощнее. Спасибо. Следующая песня тоже из нового альбома. Она на стихи Юрия Витанского. У нас довольно много песен на стихи Юрия Давыдовича. Просто вот эти стихи, они были уже... Они малоизвестны, они отбывали уже после его смерти. Они такие вот крепкие, на мой взгляд. Мы их называем немножко такие... Я бы сказал, уже патетические. Какие есть и название такое же. Мой век. Не застать в этом веке выпало. Сразу юность его истанность. Сколько хлама из века выпало. Сколько всякого у него осталось. Он молодычествует запутанный. В подземелье дрожит запутанный. В подземелье дрожит запутанный. Мне застать в этом веке выпало. Сколько холла из века выпало. Он молодычествует запутанный. В подземелье дрожит запутанный. Есть и лунники, и лунники, и лунники, и лунники. Он и в притоне. Он и в притоне. Живут лунники, живут битники. На вам лунники, на вам лунники, и лунники, и лунники. Изучаем строение бабочки Снежного человека Ляжут варежки в током бабушки Поют песни нашего века Открыватели и каратели На верблюдах и вертолетах Но тревожно дымятся кратеры На горячих земных широтах Идут странники и паломники Со своими обидами Орудвитники летят спутники Своими ордитами Не застать в этот веке выпало Сразу юность его и старость Сколько хлама из века выпало Сколько всякого в нем осталось Аплодисменты И исполняется юною юбилей У нас тут всех юбилей подряд У Валера был юбилей У меня пошла по волной юбилеев То были 50, сейчас дальше 50 И так говоришь Ну так понимаешь И вот у него скоро юбилей И вот он спел эти песни на стихи Потому что во-первых Он нам, ну а то что очень дорого У нас в свое время Его семья наша приютила Я пожил в его семье год Валера три года пожил Перед этим мы перепробовали половину Вот станции метро сколько у нас? 120 метров В общем мы жили практически Не на станции метро, конечно Но мы снимали квартиры там А потом вот в семье как раз Алексея Морозова Вадим задержался Я уже двое, да Я как он говорил на год, я на три Ну знаете, получилось так, что Вот мы тусовались там Жили, жили, я на кухне Валера там В детской И в общем Только через два года выяснилось Что хозяин квартиры Он еще поэт Еще и как бы И пишет песни, стихи И вот только через два года Появилась там первая песня Я не помню Да, по-моему Первая была застоль Да, по-моему, да И вот песня А эта песня называется Добровольная тюрьма Так даже наш китайбом Назывался в свое время Знаете, по поводу этой песни Приходит довольно много записок Как я помню В Санкт-Петербурге Пришла какая-то записка Она написана женским почерком Где-то написано было следующее Я была на вашем концерте Там полгода назад Когда собирался Ходить замуж Мы спели песню Добровольная тюрьма И я Передумал Сейчас я снова хочу выйти замуж Спойте, пожалуйста, песню Добровольная тюрьма Знаете, я тут Перед песней еще Так маленькое стумление Знаете, есть такой анекдот Ну да, рассказали месяца два назад Но после ее стали повторять просто Знаете, почему жена не уходит от барбы? Не в чем АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Не своди, не своди меня с ума, А в семье, в семье ее за стенки, Добровольная тюрьма. Не было у нас песен на его стихе, а на одном альбомии появилась Артурецова. Но перед этим, хочу сказать следующее. В этом году мы с Вадимом будем отмечать уже 34-летие нашей совместной деятельности на Буглещи-Автурской песне. Это ужасно. Шатерия, это да, достойно. Вы знаете, на нашей памяти только вот так долго месяц, 90-летие, что Роллинг Стонс, и кто-нибудь общается между собой, так и через адвоката, даже на сцене. Ну еще, пожалуй, нам известна машина времени, которая до сих пор вместе собирается еще. Вот мы, надеемся, сводим даже и до этого возраста. И вот мы все время думаем сами, как же нам удалось это вот, как-то надо проанализировать все-таки. Потому что, ну как, семьи распадаются. Да, мы на всякий случай, для тех, с кем мы сегодня встречаемся впервые, мы не однофамильцы. И не близнецы. Но братья, на всякий случай, да. Вот. Надо сказать, что и между братьями и сестрами не всегда наблюдается такая гармония. Я не скажу, что она гармония идеальная, но тем не менее. Тем не менее. И вы знаете, мы пришли к выводу, что есть несколько моментов. Но сегодня мы хотим обратить внимание на один только. Вот с тех пор, как мы друг друга помним, нам нравятся разные типы. Каждый из нас нравится разные типы женщин. Слава Богу. Ну просто повезло, понимаете. Вот это вот. И мы пытались смоделировать следующие песни на стихе Виталика. Как бы получилось так, если нам понравилась одна и та же жизнь. В разгар висит. Вышел в сад, уже светало. Ей не виноват, виноват, стоял с бокалом. В сад под морозом взяла, гроза не ощущалась. Она ушла, ушла, коза не попрощалась. Из-за скрицательных ледяных бесповоротных. Сквозь сад тянулся грустный стих неравностопный. Я читал его с конца на крупком свитке. С конца до самого рыца и до калитки. Был непонятен, ныне, но уход английский. Я тонкий лед двоих следов крошил в свой виски. И шел домой на громкий свет, путит напиться. Старинный позабыть-забыть и без копытца. Твои следы в моем саду на лотой дорожке. Твои следы в моем саду на лотой дорожке. Где я один иду в ряду по тупе рожки. Твои следы в моем саду на лотой дорожке. Твои следы в моем саду на лотой дорожке. Твои следы в моем саду на лотой дорожке. Саду на Лудуя-agle budget Твои следы в моем саду на лотой дорожке. Твои следы в моем саду на лотой дорожке. Мать-отец и отчий дом В голове бурляет ветер А крова живем на свете Эх, бутылочка с винтом Эх, бутылочка с винтом Не живу, а выживаю Выживаю из ума Я слезу не нажимаю Просто катится за вам То же мне меня-то ближе Я в себе себя вожу Но себя в себе не вижу Своё я не нахожу Я в моём жена и день Мать-отец и отчий дом В голове бурляет ветер А крова живем на свете Эх, бутылочка с винтом Эх, бутылочка с винтом Лучше жить, увы, не можешь А не хочешь плохо жить Вот тебе брусок и ножи Докажи, что ты мужик В своём том, то что вьюга Выпьем и пить наём Брат за братом, друг за друга И глядишь, переживём Всё поймут жена и дети Мать-отец и отчий дом Говорит, гуляет ветер А кровава живём на свете Эх, бутылочка с винтом Эх, бутылочка с винтом Говорит, что-то осталось ещё, да? Есть момент, чтобы... В этом полосу Сейчас споём ещё две новых песни На стихе Алексея Морозова Вот одна из них Семь раз начинается этот альбом Она, ну, свистена, что Этот праздник, наверное, очень дорог Нашу массу на русском народу Это не Новый год А песня так и называется Не Новый, Новый год Я пью грузинское вино Душистое, как мёд Встречать вино Заведено Не Новый, Новый год Уже январь тринадцать дней На ватмане снегов Выводит в циркулем огней Порочный круг долгов И свет в риме дурь И в риме дурь И в том погаюсь январю В чём Бог не уличит О чём бессонница моя Пугливо умолчит О чём бессонница снова На всех углах кричит Когда очистится душа Как воздух по весне Я буду слушать Я буду слушать Чуть дыша Как дышит сын во сне И запрещенные стихи Не обратятся в горе И непрощённые береги Отпустит мне январь Я пью грузинское вино Пушистое, как мёд Встречательно Заведено Не новый Новый год Парк Все записанные в стихе Алексея Вы знаете, есть много писан о городах Вот мы будем в Нью-Йорке Есть там Нью-Йорк, Нью-Йорк, там Франс-Финатро Есть даже битва Чикаго Есть о Питере много писан Знаете, когда из поезда Питер приезжают в Москву, то значит, Москва возьмет вокал. А кто-нибудь из Москвы приезжал в Тольятти? Там встречает призна, песня Олега Митяева, послушай приятеля для него в Тольятти. Я вам скажу, что о том городе, в котором будем петь... И девушек таких не видал. Да, ну, это вот, девушка. О том городе, в котором будем петь, это тоже город среди русской полосы. Вы знаете, я скажу, что когда поезда Питер будет из Москвы, хотя песни о городе, по-моему, нет вообще, вы знали точно, да. Хотя, первое, мы спрашивали ребят, да, это точно, это вот единственная песня... Ну, я когда-то не знаю, по крайней мере. Ну, не знаю, может, там есть там... Ну, в общем, никогда поезд из Москвы, когда Питер будет петь из Москвы в этот город, не будет встречать эти песни, сто процентов. Ну, не коже он. Были мы молодые, резвые, и худые, и в меру трезвые, И с гитарами колесили по окраинам всей России. Кому нравилось, подпевали, да венца в стакан подливали, И гитару, пустив по кругу, выпивали мы друг за другом. Значит, в Липецке, значит, в Липецке будет Липецким, будет Липецким. Запаслись пивком, доехали, ну, поехали, ну, поехали. А как рухнул железный занавес, мы кашать обучались заново, И глотали ветра на станциях, кто в Италиях, кто во Франциях. И они ездили в полгермании с неразменным рублем в кармане, И обучали их пить стаканами, за что водка у них богатая. А вот в Липецке, а вот в Липецке, будет Липецким, будет Липецким. Запаслись пивком, доехали, ну, поехали, ну, поехали. А с какими мы были наивными, брали в долг фальшивыми гривнами, По долги возвращали первыми трудовыми громными еврами. Ну, каждый красот из первочки, наши фотки висят на стеночке. И не стройте мне глазки, девушка. Да я дедушка, а я не дедушка. Помню, как на острове Беринга Алиуты махали с берега. От Нигульского до Аминьки, час моторкой, вы не поверите. Но не вышли мы, видно, формами, Не пускают нас в Калифорнию. Значит, мы и не будем рыбаться, Два плацкарных возьмем. Там ведь в Липецке, там ведь в Липецке, Будет выпить с кем, Будет выпить с кем. Опустил мешок наш саньяками, Что, приехали? Ну, приехали. Ай-яй-яй-яй-я-па-па, Ай-яй-яй-я-я-па-па. О, приехали. В Липецке мы все уже приехали. Спасибо. На этом первая часть нашего анализонского балета. Даже, да, веселые встречи. Я смотрю, сегодня у нас собралась такая компания, которая почти ничего не ест. Ребята, надо есть. Надо взять все руки. Надо взять все руки, поесть. Честное слово, вы, наверное, головой не обрасываете. Вот я так чувствую. И руки как не сдвигаются. До встречи. Да, как и Юрий Горьковский, у вас уже есть плотно в корме. В поисках у нас вы можете еще насладиться зрелищим нашим диском. Спасибо. Спасибо.